За неполный год в Казахстане подорожала обувь в среднем на 6%. Чтобы поддержать отечественных производителей и очистить рынок от так называемого серого товара, с 1 ноября в стране вводится запрет на продажу немаркированной обуви. То есть все участники рынка, в том числе импортеры, должны отмечать свой товар специальным кодом. Инициаторы нововведения уверяют, что это на стоимость обуви особо не повлияет. Однако у бизнесменов свои почеты. Говорят, цены ощутимо взлетят. Марина Золотарева выслушала все мнения. Цена на женскую зимнюю обувь колеблется от 10 тысяч до полумиллиона тенге. Разумеется, дешевые сапоги изготовлены из ненатуральных материалов. Например, вот эти ботинки итальянского производства стоят 145 тысяч тенге. Это чья-то месячная зарплата. Аналитики подсчитали, что 15% казахстанцев не могут себе позволить на один сезон две пары обуви. Гульнара Сенбинова продает обувь уже 8 лет. Предпринимательница считает, что сложная схема маркировки неизбежно приведет к росту цен. Чтобы получить код в специальной программе, нужно создать карточку каждой пары и утвердить ее у модератора. А значит, понадобятся дополнительные люди, которым надо платить, говорит бизнес-леди. Маркировать товар можно только в стране производителя или на таможенных складах Казахстана. На таможенных складах, опять же, мы тоже не знаем, как это будет происходить и как этот объем будет просто перерабатываться. Почему нельзя, например, синтегрировать цифровизацию с программой таможни? Тот, кто будет нам, так сказать, выдавать эти дата-матрикс-коды, это частная компания ТОО, миллиарды тенге, которые уходят просто в частные руки. Почему нельзя, например, эти же, там, пускай эти дата-матрикс, они будут, как говорится, в составе таможенных платежей, и эти деньги пойдут в фонд государства? По данным статистики, в этом году мужская обувь подорожала на 6,5%, женская на 5%, детская почти на 9%. Но всегда ли цена соответствует качеству? У нас ввоз идет, все-таки импорт, и поэтому цены поднимают постоянно, ну и аренда везде увеличивается. Даже не кожаная обувь, а стоит, как хорошая кожаная обувь, а качество желает лучшего. В этом сезоне я еще не покупала, но очень-очень подорожала. Скорее всего, из-за границ сейчас, из-за пандемии, поэтому спрос идет, естественно, все это дорожает. Можно, конечно, дешевые, но это на один месяц, например, на рынке. 5% казахстанцев за всегда-то и обувных мастерских. По данным аналитиков, они не могут себе позволить сменить изношенные сапоги на новые. Рост клиентов отмечает и Мейрам Медиубай, в сапожник с 15-летним стажем. Если в Караганде отреставрировать старые ботинки можно за тысячу тенге, то в столице ремонт стоит в разы дороже, говорит мастер. В день ко мне приходят по 4-5 человек минимум. Иногда я задерживаюсь здесь до 9-10 вечера, потому что все меня торопят, всем надо с утра на работу. Я понимаю, не все могут позволить себе новую обувь, потому что цена на нее немалая, а качество, сами понимаете, какое. Больше полувека работает Тарасская обувная фабрика. Раньше здесь выпускали до 6 миллионов пар в год. Сейчас предприятие загружено лишь на треть. Тут шьют ботинки для рабочих и силовиков, выпускают повседневную мужскую, женскую и детскую обувь. Сырье местное. Резину и комплектующие материалы везут из-за границы. На сегодня у нас себестоимость и розничная цена в магазинах от 5 тысяч и выше. Мы уже несколько лет не поднимаем цены, потому что сырье местное, а вот когда завозим сырье из-за границы, это значит Китай, Италия, Германия, Россия, то тогда у нас пересчет идет по себестоимости, поэтому чуть-чуть поднимается, но выше 20 нет. В Уральске обувная фабрика простаивает. Громко презентованный проект по переработке кожи и производству дизайнерской обуви приказал долго жить. Четыре года назад на предприятие завезли итальянское оборудование. В год здесь планировали выпускать больше 200 тысяч пар из сырья собственного производства. Однако… Большая проблема по сбыту и в данный момент производство сейчас приостановлено. Проблема с сырьем, проблем со специалистами в данный момент не наблюдается. В данный момент большая проблема является со сбытом долга. Сбыт – больной вопрос для местных производителей. Казахстанские обувщики заявляют о невозможности конкурировать с дешевой завозной продукцией. Импорт занимает 96% отечественного рынка. По мнению экспертов, цифровая маркировка по крайней мере сократит объем товара, который возят в страну нелегально. По данным Комитета государственных находок, теневой рынок обуви в РК составляет около 48,5%. То есть это почти половина рынка обуви. Цифровая маркировка обуви будет способствовать обвелению рынка и очистке его от серого импорта. Кроме того, данная мера позволит также усилить общественный контроль. Маркировка поможет отечественным производителям занять свою нишу и развивать ее. Обувных предприятий в стране порядка 60. Большая часть из них выживает только за счет госзаказа и закрывает те самые 4% внутреннего рынка. Импорт все равно еще долго будет править бал. Ведь стоимость товара зависит от ставки производителя, логистики и аренды. Влиятельность на образование теперь будет и маркировка. Значит, для потребителей обувь станет еще дороже, говорят поставщики. Марина Золотарева, Батагос Басарбаева, Анастасия Сулейменова, Мерлан Олтенбек, Хабар-24.